Всем привет! Приехал я в общем сегодня на этот водоем, где в прошлый раз поймал амура практически, ну по крайней мере таскал его. Сегодня в планах мне половить этих амуров, ну если они конечно еще здесь, просто может получиться так, что их здесь уже совсем и нет. С того дня уже прошло некоторое время, они могли уже просто переместиться в какую-нибудь другую часть водоема, либо они могли просто уйти на глубину. В общем посмотрим, если они сегодня опять так же здесь будут ходить толпой, кто не в курсе о чем речь, посмотрите предыдущее видео на канале, то попытаюсь их поймать, сейчас собрал 4 снасти, заплыву туда, буду около коряк устанавливать на проходе в эту заводь, где они проплывали. Установлю, возле коряги установлю и парочку заведу подальше на глубину, потому что они там тоже ходили. Ну и все, давайте пробовать, посмотрим. Надеюсь, что сегодня рыбалка получится обалденной, а впрочем будет видно. Все, поехали, порыбачим. Спасибо вам за вашу активность под прошлым видео. Вот, в принципе, благодаря вам сегодня я сюда и вернулся. Ну, наверное, я бы и так сюда вернулся, скорее всего, потому что уж очень мне интересно этих амуров половить, как они здесь так массово ходят. Потому что может такое получиться, что буквально день-два их здесь не будет, может быть, уже нет. Вот поэтому я как можно скорее сюда приехал. Сейчас будем пробовать, в общем. Надеюсь, они здесь. Ну, буду вести себя очень тихо. Постараюсь вообще не шуметь, установить потихоньку. Посмотрим, что из этого получится. Пока, конечно, такой активности не видно, как в прошлый раз. Правда, в прошлый раз это все было к вечеру, ближе. Вот там, хотя, вижу какие-то разводы, да. Вот там я вижу. Вон, видите, там плещется. Ну, вам на камеру это далеко будет, конечно, очень. Но вот там стоит какая-то рыба. Возможно, эти амуры и стоят это. Просто пока не заходят туда, в эту заводь. Ну, вот примерно пару закидушек я вот в эту область и заведу. Да, вон они, скорее всего, и стоят сейчас там. А парочку я вот возле этих коряг поставлю. Где они ходили прям толпами в прошлый раз. Туда в саму заводь не буду заходить. Чтобы, если они вдруг там находятся сейчас, чтобы не шугнуть их оттуда. Пока не видно, пока вся активность вот там. Вижу прям много рыбы играет там. Ну, кстати, верёвка за мной плетётся моя. Буду устанавливать закидушки прямо вот здесь, в камыше. Видать, там пеньки камыша торчат эти. Поэтому не особо хочет он туда входить. Но мы ей поможем всё равно. Ну, всё, нормально. Думаю, не утащит. Амуры, конечно, крупные здесь. Но я не думаю, что настолько, что прям могли это утащить всё. Так, вот первую здесь и поставлю. Вот так вот. Забыл бубенчики взять. Обязательно что-то дозабуду. Постоянно так. Не бывает такого, что с первого раза сразу всё взял. Здесь установлю. Где в прошлый раз как раз случилась поклёвка. Глубина здесь небольшая. Кукуруза хорошо разварилась у меня. Ух ты, глубина-то здесь, оказывается, приличная. Пока прям сильно закармливать не буду. Всё-таки мне кажется, что надо будет ближе к вечеру посерьёзнее закормить. Потому что, скорее всего, к вечеру сюда рыба подойдёт массово. Вот так вот вокруг тоже чуть-чуть накидаю. Вот видите, амур объедает здесь камыш заплывает. Вот здесь тоже в прошлый раз активность была очень сильная. А это к вечеру. Вон она вся рыба. Вон чуть дальше сейчас стоит все эти амуры. Ещё там кто-то, наверное, есть толстолобы. Сейчас один вот здесь, а рядом с этой коряжкой положу. И два других вот туда, где сейчас рыба плещется, туда. Надо молоток с собой брать сюда, оказывается. Хорошо, что сейчас ветра нет. Можно будет спокойно их расставить, по крайней мере, первый раз. Что на ветру это просто нереально сделать. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Все, еще один. есть и два теперь на глубину надо запрещать тоже где-то в этом же районе поставлю якорь нашел нормальный сегодня он мне может пригодиться да но только мне его отрезать нечем ничего вернемся сейчас еще один я как раз установлю вот она рыба где стоит прям туда вот она вся толпа и вот там дальше но здесь все-таки котел с рыбой сейчас в общем сплаваю за бубенчиками и будем ждать поклевку прикиньте я туда плавал устанавливал снасть рыба вот она куда вся по итогу пришла сейчас сделаю одну снасть на толстолоба еще поставлю похоже прямо отсюда поставлю раз вот она рыба ходит может быть это и есть толстолоб здесь сейчас еще и на толстолоба общем буду ставить вон видите разводы по воде то может быть амура может быть толстолоб вот они двигаются постоянно то туда то сюда то в одной части водоема то в другой сейчас их уже допустим здесь нет где они только что были придется надеяться что вернутся здесь пожалуй поставлю для начала все вот такая вот незамысловатая снасть с планктоном планктон живет недолго клюет там кто-то на эту снасть толстолобиковскую непонятно особо не видно залез наверх поплавок там вдали сейчас посмотрим с камеры что там творится в общем там кто-то дербанит планктон непонятно пока ну может не попался а может кто-то и попался кстати уже просто маленький туда-сюда таскает поплавок надо видите все попался малых малыш какой-то попался карасик не знаю кто там или сазанчик маленький все подсел пойду в общем смотреть кто там но там клевал клевал долго клевал все-таки кто-то подсел мелкий да совсем не толстолоб еще и за глаз они не за глаз за бочину да уж неудачно в облачко попалась все и планктона нет надо перезаряжать где-то звенит колокол не знаю может быть это и не у меня вовсе может у меня смотреть надо взглянем надеюсь что кто-то подсел там понять не могут тот расслабленный висит вот здесь колокольчик свернутый и видите в корягу затянуто похоже что все таки здесь вот здесь была поклевка прям под корягу на ее мои я думаю что рыба наоборот должна будет уходить из-под коряги оказалось наоборот все получилось вытащить по итогу вот такой разогнутый крючок это потому что за корягу зацепил поэтому вот так вот первая поклевка была но неудачно сейчас буду перезабрасывать здесь похоже кто-то сидит некрупный леска была расслаблена я ее подтянул по итогу слышу что-то позвякивает сейчас посмотрим там то понятно что кто-то крупный был утащил корягу здесь не похоже ой или похоже непонятно кто-то дергается но кто-то очень шустрый по моему не крупный ох ничего себе карась какой попался сейчас все сошел но он там был вообще за краешек зацепленный я уже увидел видать давно сидит здоровый карась сейчас в общем все оплыву перезаброшу пока что прикармливать не буду особо все таки хочу подождать ближе к вечеру думаю они также будут подходить вот эти амуры огромные к берегу тогда я и камеру установлю подводную вот на эту закидушку я возлагаю больше всего надежды похоже не было до поклевки никакой ничего здесь к вечеру надеюсь они опять будут сюда заходить можно было бы конечно заплыть туда посмотреть может быть там стоит стая но пока не хочу никого шугать нигде по каждую вечер а вечером здесь день обоснуемся с камерой подводной и будем наблюдать что будет происходить сейчас вот еще один проверю пойду пока судачка ловить здесь похоже тоже поклевка была смотрю бупенчик сброшен вниз похоже да было здесь даже размотана чуть-чуть катушка но похоже рыба опять нет почти полностью вымотана может карась непонятно по моему никого но это я прям далеко забрасывал офигеть а как так как будто бы откушенная так выглядит блин две поклевки обе в пустоту пойду делать это да интересно интересно но если она оборвана это кто-то видать крупный был ну и судя потому что разматывал шпулю тоже кто-то был крупный видимо может быть за какой-нибудь камень или за что-то затащил там видно как будто бы перерезано как будто бы протерлась об что-то вот так вот две поклевки уже мимо а ну и на третий карась сидел так что тоже на три уже считай все плюнуло пока я там занимался что-то как будто бы устанавливаю короче клоу и нормально закидушки с прикормкой все дела здесь сейчас стая вот это огромное ходит вот она поднимает вот это вот все со дна бороздит здесь сейчас я вот эту закидушку прямо сюда поставлю где они ходят потом заплывем попробуем туда посмотрим есть там сегодня рыба нет зашла нет одну камеру уже установил поставил на съемку там оказывается в облаках набежала целая куча воблы так ну ладно его трогать не буду я прям так пойду по леске да и все заплыву быстро глянем здесь рыба зашла не зашла сегодня потом уже вот эту переставлю ну амуры здесь не скорее всего они не здесь там где моя закидушка стоит возле которой сейчас был там они сейчас все а он смотрите что-то пошло пошло малька куча и пузыри поднимаются тоже визуально никого не видно может встать попробовать не похоже рыбы за сегодня нет но может быть еще не вечер не зашла еще жарень может быть вот как раз попозже она и начнет сюда заходить как в тот день он караси крупные ох ты ничего себе их здесь сколько ну вот они нерестятся еще просто куча огромных караси ушел у меня сегодня который такие вот караси установил я в общем две подводные камеры одну где одна удочка стоит закидушка одну вот сюда вот на эту прям смотрит там где крючок с кукурузой лежит я конечно могу здесь посидеть сейчас понаблюдать все это что там творится но я все-таки поплыл за поплавочкой потому что смотрите что там творится там просто это месиво из рыбы думаю мне надо все-таки здесь с поплавочка сесть рядом с закидушками и буду пробовать ловите на полочку тоже в общем сегодня вот это все там месиво из рыбы это я так понял в облах он прошлый раз я ни одной не видел в камеру сегодня в камеру сколько смотрю что в одну что вторую только и вижу это в облу зачем она вот сюда вот пришла блин не главное что помог подошел в обла ладно пусть будет в общем я встал вот здесь что постараюсь потише здесь сидеть насколько это возможно сейчас посмотрим ловить буду на бундиуэль есть все и черви опарыша но так как большей вероятности на кукурузу поймать и сазанчика и амурчика и так далее то буду ловить все-таки на кукурузу посмотрим там месиво из рыбы просто кишит сейчас я в эту кучу кину и посмотрим что будет вот видите что там творится я-то думал это опять амур и здесь зашли это каса вобла она ходит по верху прям он не сколько там я удочку поставил довольно глубоко и вот не клюет это пол надо крючок прям повыше поднять сто процентов клюнут в общем делаю маленькую глубину прям сейчас посмотрим кто там плавает я спрям в эту кучу заброшу ух ничего себе их там клюет то так не хотя она червя поставить то получше будет клевать а в заводе вот здесь вообще что-то тишина я закормил там конкретно кукурузы сейчас посмотрим жара будет спадать придут сюда амур и не придут интересно мы сегодня прям нашествие воблы прошлый раз нашествие амура было сегодня нашествие вобл и змееголово видите он ходит здесь возле берега рыбу шугает мелкую ну вот она Плотвичка. Вот кто здесь сейчас с толпой ходит. Ах ты, блин! Вот такая платва здесь сейчас. Ну, хорошая, жирная, кстати. На завялку-то пойдёт такая, если честно. Нормальная. Я думал, если честно, что там поменьше будет. Ну, конечно, поменьше здесь тоже их толпа. Ну, такая норм. Просто боюсь, что вот из-за них сюда крупняк не зайдёт сегодня. Ух ты, блин! Ну, слушайте, это хорошие экземплярчики. Вот какая! Знаете, почему я её не буду брать? Видите, у неё из задницы зелень лезет, тина. Вот здесь дно всё в тине. И, скорее всего, она будет невкусная, если её завялить. Он будет отдавать именно вот этой вот травой. Уже имел я такой опыт. Навялил в облы крупной, прям огромнейший. И не стал есть. По итогу ни одной не съел. Потому что это просто нереально. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. о какая плотва более жирная ничего такая зелень с нее лезет на на сто процентов будет очень-очень невкусная от места обитания вкус сильно зависит конечно вся как на подбор одинаковая вот такая вот нормально передался в общем в тенек принцип один и тот же откуда не бросай сразу же забросишь сразу о какая плотвинь а а Продолжение следует... 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 в общем обосновался я в кушарах две закидушки примерно вот там стоят сейчас вот здесь закормим камеру поставил амур и разумеется свалили отсюда но я посижу сейчас потихоньку может быть придут как в прошлый раз назад сюда еще поплавочку заброшу сюда пока подошел подлещик на всю мою здесь прикормку ё-моё не дают мне покоя это мелочь теперь подлещик собрался то в облато подлещик лишь бы амур вернулся сейчас сяду пониже на пол туда буду сидеть вон они эти подлещики долбой тоже да если бы я знал заранее что они здесь сегодня будут я буду здесь прям понаставил закидушки а так пока расшукал он по плавочку поставил тоже а его облато же подошла все капец а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...